Вы знаете, в Чикаго ежегодно собираются специалисты на конгресс по раку. В Чикаго, в Америке. Как вы думаете, сколько человек приезжает на этот конгресс ежегодный? Приблизительно. Ну, сколько может принять конгресс людей, участвующих в борьбе с раком? Как вы думаете? Я вам скажу, вы не представляете. 27 тысяч. 27 тысяч человек ежегодно приезжает в Чикаго поговорить о раке. Как лечит рак? Во всем мире. Тремя способами. И у нас, и в Америке. Все остальные считаются нетрадиционными. Это хирургия. Вырезать побольше вокруг. Не важно, что они вам вырезали весь желудок, а у вас рак был маленький. Ну, чтобы не было метастаз, лучше все удалить. Это радиоактивное излучение, которое направляют на опухоль. Причем это бета и гамма излучения. Они излучают вот такой вот объем. Убивая все ткани вокруг. Чернобыль. И третье, самое страшное, химиотерапия. Вам дают яд. Вы в огромном количестве потребляете яд. То у вас вылезают волосы. Вы отравляете весь организм. И этот яд отравляет в том числе раковые опухоли. И после этого лечения реабилитации почти нет. Человек умирает как бы уже не от рака. Но он настолько ослабел, вы настолько убили весь иммунитет, что вас уже вылечить нельзя. Весь мир этим занимается. 27 тысяч человек, представителей фармацевтических компаний, различных институтов. Так вот, есть российские ученые. Один он работает, два фельдшера, три медсестры. И он лечит уже 20 лет рак в четвертой степени. Все раки, все виды рака. Его считали шарлатаном очень долгое время. Но не могут пойти против фактов, когда он лечит. И сейчас ему предложили два года назад возглавить целое направление реабилитации против после рака в институте Герцена онкологии. И он говорит, меня лишили честного звания авантюрист и аферист. Я теперь профессор института Герцена. Но какое ему дали направление? Реабилитации. Я пытался его методы предложить в онкоцентр. Мне сказали, Артем, вы что с ума сошли? Это что, вы хотите, чтобы он вылечивал там за полгода рак? У нас 1500 коек, они все заняты. У нас идет операция каждый день. У нас идет химиотерапия в огромном. У нас радиоакционное облучение. Это огромные деньги, Артем Михайлович. Кто же вас туда пустит? Весь мир. Вот пусть он там внедряет в Америке. В Америке то же самое. Вы не сможете пробить этот метод. В чем он заключается? Как он это делает? Безболезненно, без лекарств. Он вводит человеку хлорофилл. Хлорофилл – это вещество, которое из растений, которое занимается тем, что оно вырабатывает кислород, вступая в фотосинтез с энергией Солнца. Хлорофилл – зеленые листочки. Хлорофилл, когда он попадает в ваш организм, его с большим удовольствием едят здоровые клетки. Но дело в том, что раковая клетка отличается от нераковой одним признаком, очень важным. Она тоже здоровая и живая. А признак есть отличительный. У раковой клетки есть только вход, выхода нет. А у нераковой вход и выход. Она потребляет хлорофилл, съедает оттуда витамины, кислородиком подышала и выбрасывает отход продукт. А раковая накапливает. И вот первые 20 дней вы насыщаетесь хлорофиллом. Все раковые клетки хватают этот хлорофилл, потому что там витамин С, там прекрасно, и накапливают. И когда через 20 дней взять обычную лампу, вас, пардон, раздеть, и провести вот так по телу, вы увидите прямо флуоресцентные места, где скопился хлорофилл. Это можно сравнить с рентгеновским снимком. Это будут метастазы рака. Раковая опухоль, наполненная хлорофиллом, проявляется через кожу, она светится. И дальше простая вещь. Берется лазер, специальный лазер, придуманный, который, проходя через кожу, не назяся вам никакого вреда, попадает в клетку, в которой накоплен хлорофилл. И дает ей заряд, запускающий процесс фотосинтеза. И начинает появляться кислород, которому выйти негде, выхода нет из клетки. И он сжигает ее изнутри. Сжигает. Вот так вот опухоль на глазах уходит. Вообще уходит. Вы представляете, что это такое? Мы исследовали все результаты этого врача. 95% успеха. Продолжение следует... Продолжение следует...